Музыка Более 6000 специалистов среднего звена трудятся в практическом здравоохранении региона. Люди важной и нужной профессии. На боевом посту в любое время суток, в операционных, реанимации, скорой помощи, первичном звене, оказывая необходимые услуги. Труд, что выкристаллизовывает знания, умение управлять ситуацией. Ежегодно, 12 мая, во всем мире отмечают День медицинских сестер в их адрес добрые и искренние пожелания. Общественное объединение средних медицинских работников Восточно-Казахстанской области в нынешнем году Трансформировав свою деятельность, в рамках праздника провело конкурс, что весьма логично. Меняется парадигма, усиливается роль сестринского персонала. Как констатировал Саят Танатаров, директор Высшего медицинского колледжа имени Калматаева, кандидат медицинских наук, президент общественного объединения, возрастает роль медицинской сестры в обеспечении качества и безопасности медицинской помощи. И если раньше медицинская сестра-исполнитель, сейчас партнер врача, и всему этому следует учиться. Идет очень огромное реформирование в нашей стране, именно сестринское дело. Мы как бы стремимся и смотрим на Запад, но не теряем свои старые приоритеты. Да, раньше если говорилось, что медицинская сестра это просто помощник, или фактически как слуга врача, который выполняет какие-то манипуляции по его приказу, на данный момент мы начинаем смотреть на медицинскую сестру не как на помощника, а как на партнера. То есть это тот специалист, который несет такую же огромную ответственность, как и врач. То есть на данный момент именно в модернизации, реформировании сестинского дела именно некоторый функционал, именно делегируется врачебный функционал для медсестер. То есть медсестра будет выполнять некоторые функции врача. Жюри – специалисты системы здравоохранения. Балы определяют с учетом требований, бескомпромиссно, понимая смотр сил, открытая площадка. В зале болельщики и студенты колледжа – те, кто завтра встанет на боевой пост. Сложный и ответственный участок. Сейчас настолько велика роль медицинской сестры, что ей делегируются очень многие полномочия врачебные. Очень важно именно образование, новое образование, новые знания для медицинской сестры. Сейчас внедряются так называемые программы управления заболеваниями. Это как бы новый этап диспансеризации хронических больных. И именно вот ключевую роль в программе управления заболевания играет медицинская сестра. Программная установка времени, управление заболеваниями, где в коллаборации пациент, доктор, медицинская сестра, фельдшер. А для начала – базовый ресурс, реальные знания. Первое определение сестринского дела прозвучало из УЗ английской медицинской сестры Флоренс Найтингель. Она 160 лет тому назад сформировала и очень точно цель – создать для пациента наилучшие условия для активизации его собственных сил, тем самым помочь управлять болезнью. Все это требует практической и научной подготовки. В прошлом году мы тоже получили статус высшего медицинского колледжа, и мы начинаем готовить бакалавров, прикладных бакалавров именно сестерского дела, которые в действительности реально будут вот эту программу двигать вперед, заниматься вот этими врачебными манипуляциями. От того и условия конкурса открывают возможности самореализации каждого. Семь конкурсантов представляют первичное звено клиническую базу города Ябайского района. Призовой фонд. Первое место – 150 тысяч тенге, второе – 100 тысяч и третье место – 50. В первом туре каждый представлял свою клинику, место работы, роль и значимость своего дела. Второй тур определил коммуникативные навыки, что выводит профессионализм на должный уровень. Все в деталях, поэтапно. Определение с помощью глюкометра уровня сахара в крови. Подкошные, внутримышечные и внутривенные инъекции. А стартует все с доверительных отношений с пациентом. Во всем требуется соблюдать стандартные требования, приказы профильного ведомства. Практическая манипуляция, от которой зависят ход лечения и безопасность. Взять, обработать руки, надеть перчатки, в первую очередь поговорить с пациентом, спросить у него, есть ли у него аллергия или нет. То есть это все сделано, в первую очередь, для безопасности пациента и, в вторую очередь, для безопасности вас. Все хотят быть здоровыми и, естественно, от специалистов профессии ожидает помощи, конструктивной. Как верно обозначить медицинской сестре доврачебный план с мотивацией пациента. Взяв партнеры, двигаться к цели. Это и требовалось показать в Торе по решению ситуационных задач. Будь то дорожно-транспортное происшествие, вызов, помощь соседям. Требовалось определить в каждом случае алгоритм действий. И вот одно из заданий. К вам обратилась соседка, 60 лет, предъявляет жалобы на интенсивную, пульсирующую головную боль в затылочной и теменной областях, слабость и дрожь в теле, тошноту, мелькание мышек перед глазами, боль в области сердца. Бейбит Куль Фаткулина, медицинская сестра регионального противотуберкулезного диспансера, специалист со стажем, активно участвует в конкурсе. Я должна померить давление пациентки, успокоить, дать валерьянку, горболол. Меря давление, я должна незаметно для пациентки вызвать скорую помощь. Приоритетом выступает знание. Учеба – ключевой путь, доминанта. Учим вас, учимся сами, отмечали педагоги-медики. Специалисты высокого полета глубоко убеждены, что преемственность поколений – важный фактор. Финальная часть – определение и награждение победителей с вручением денежных сертификатов «Тренд праздника». Первое место, участие под номером 6, 69 баллов. Первое место, сертификат на 150 тысяч. Второе место, участие под номером 5, турки-спания 100 тысяч. Понятное дело, нам захотелось сразу же пообщаться с победителями. Первое место, Надир Винтер. Его стаж – 5 лет работы фельдшером. На конкурсе он представил скорую помощь. Когда едешь на вызов, ты не знаешь, с чем ты столкнешься. По приезду к больному должен тщательно собрать анамнез, жалобы, состояние больного оценить. То есть нужно поставить диагноз. Этот диагноз нужно отчетливо, чтобы знать, куда везти его, оказать первую помощь. Второе место – медицинская сестра Бейбельгуль Фадхулина. Ее стаж более двух десятков лет в противотуберкулезном диспансере. Азарт, знания вывели на птицестал. Действительно, в моей профессии, там, где я работаю, в региональном противотуберкулезном диспансере, пациенты лежат подолгу, они ущемляются морально, у них идет, так называемый, они стесняются общества своего заболевания, так как это диагноз туберкулез, он, хоть и мы говорим, что не надо стесняться, что это воздушный метод заболевания. Здесь нам нужно больше души, больше коммуникабельных навыков. Действительно, здесь больше нужно с ними разговаривать, поддерживать морально, психологически. Здесь алгоритмы, оно, естественно, нужная вещь для лечения, а здесь нужна душа. Сегодня, да, семь организаций участвовало. На следующий год мы планируем выйти на областной уровень, через год на республиканский и дальнейшем на международный уровень. То есть мы должны показывать работу медсестры, средних медработников, населению, населению нашей страны и в мировом масштабе тоже. В Казахстане выстраивается система социального медицинского страхования. Акценты сделаны на первичное звено. Роль медицинской сестры расширяется и усиливается. Внедрена многоуровневая система подготовки. Реализуется программа прикладного бакалавриата, дающая возможность получать высшее и послесреднее сестринское образование. Расширяется функционал средних медицинских работников. Надо сказать, что наше медицинское училище имени Калматаева, оно действительно перестроилось на новые рельсы, новые программы, новые такие возможности, новые технологии в обучении. И это, конечно, обучающиеся должны воспользоваться этим. Кроме того, очень большая роль отводится сейчас переподготовке уже имеющихся медицинских сестер и среднего медицинского персонала. И наше медицинское училище тоже готово к этому. И все медицинские сестры региона, они должны стать членами ассоциации средних медицинских работников, потому что ассоциация тоже разрабатывает свои программы по повышению квалификации именно медицинских сестер. КОНЕЦ Кому осваивать новые цифровые технологии, продвигать цифровое пространство, принимать вызов времени? Предприятие «Семей Инженеринг» трансформируется в современную производственную площадку. Точки роста – модернизации. Для этого необходимы специалисты с новым мышлением, креативные, продвинутые, имеющие навыки в 3D-моделировании. В год молодежи в партнерстве с Университетом Шакарима города Семея при поддержке ТОО «ОСКОН Казахстан» впервые открывают Олимпиаду по 3D-моделированию. Первое – это привлечь молодых специалистов, чтобы инициативную молодежь, которая умеет работать в 3D-принтере, 3D-моделировании в аддитивных технологиях, технологии 4.0, чтобы они могли прийти на предприятие в будущем, как наши специалисты. То есть, если они поучаствуют на этой Олимпиаде, в дальнейшем мы планируем привлечь их уже к себе на работу. Выбор есть у каждого. Он и определит путь к получению востребованной современной компетенции на площадке предприятия машиностроительной отрасли «Семей Инженеринг». Однозначно, это очень актуально. Во-первых, форма проведения Олимпиады. Олимпиада, она оббирает лучших. Мы бы хотели, чтобы талантливые наши ребята, талантливые наши студенты, молодые люди оставались здесь в регионе, работали здесь. Это тоже очень важно. Второе, это тема, то есть 3D-моделирование. Здесь очень мало специалистов этого профиля. То есть, это будущее по-хорошему. На сегодняшний день, если есть вот такая востребованность, эта востребованность будет в дальнейшем расти в геометрической прогрессии. То есть, в будущем такие специалисты будут супервостребованы. Первый тур Олимпиады – тестирование в открытом доступе. На сайте Оргкомитета пройти регистрацию и выполнить тестовое задание. Второй, финальный тур, 5 июня на площадке Университета Шикарима. Первая Олимпиада объединит всех имеющих навыки по 3D-моделированию. Большой интерес у студентов высшей школы и колледжей. Такое сотрудничество системы образования реального сектора экономики направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи. Понимание физических основ функционирования проектируемых изделий посредством 3D-моделирования, 3D-сканирования и объемного рисования. Сегодня мы работаем с компанией «Шваба Российской Федерации». Вот они находятся сегодня у нас на предприятии. Это вопросы по модернизации авионики. Мы также работаем с белорусскими предприятиями, с многими российскими компаниями, с израильскими компаниями. То есть нам нужны специалисты, которые высокого уровня, которые могут на том же уровне работать со специалистами разных стран. Выбор получить хорошую работу есть у каждого. Время молодых. Стремитесь к цели. Дерзайте! В семье приветствовали победители 4-го регионального чемпионата среди учащихся колледжей WorldSkills ШГС. Большое число медалей в конкурентной борьбе у колледжа бизнеса и сервиса. Профессиональное мастерство поется в центрах компетенции учебного заведения. Ставка сделана на востребованные, тем самым престижные профессии, навыки которых оттачивали под руководством мастеров-педагогов. Восемь золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей вывели учебные заведения на престижное второе место. Победители уже начали подготовку к республиканскому чемпионату. А предшествовал смотр сил и возможностей в рамках колледжа, который был организован весной. Данияр Шенсимиров в компетенции поварской отдела уверенно лидировал и в областном конкурсе стал первым. Замечу, вкусно готовить стало делом увлеченным с выходом на результат у юноши. И сейчас ему последовало очень хорошее предложение на работу. У Марии Бекер пристрастие флористиков, увидеть красоту цветочной композиции и передать посредством цветов. Мы с ней встретились при подготовке к конкурсу первого тура. А сейчас ее поздравляют с региональной победой. 18 участников получили заслуженные награды. Приветствуют победителей. В их честь флешмоб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Востоке реализуется трехгодичная программа модернизации технического и профессионального образования. Ее доминанта – повышение конкурентноспособности, оттачивание навыков и выход на новые горизонты. Время определяет вызов, быть нужным, востребованным. Республиканский чемпионат WorldSkills Казахстан в прошлом году определил победителей в командном первенстве. Им стала команда Востока. Акимобласти Даниил Ахметов встретился с победителями, вручил ноутбуки и особое признание мастерам-педагогам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соревнования навыков, это соревнования профессионализма, это то, что сегодня нужно в мире. Почему-то все в современном мире начинали туалекации юристами, экономистами, финансистами, банкирами. И вместе с тем мы забыли о том, что есть то, что называется трудовые навыки. Мне очень приятно, что из того большого количества номинаций, это 7 человек, это студенты пресс-восточно-казахстанской области, заняли первое место. Это говорит о росте профессионализма, это говорит о том, что мы все-таки стремимся к более углубленным практическим знаниям. Будем счастливы, счастливы в Казахстане. АПЛОДИСМЕНТЫ У каждого открылся реальный шанс на трудоустройство. Колледж бизнеса и сервиса вывели в лидеры Ануар Сарбасов и Людмила Упорова. Они и давали мастер-классы следующим участникам. Модернизация системы технического и профессионального образования приоритетом определяет укрепление материальной технической базы, тем самым повышение престижа профессии. 60% занятий в условиях центров компетенции. Турсенгазы Алижан в номинации «Ресторанный бизнес» занял первое место и шел к этому все три года занятий. Нам требовалось делать сервировку, бистро. Также мы делали различные коктейли, различные кофе, также фламбирование и фруктовую нарезку. Эксперты делали то, как они готовились, нам готовили, проверяли отчетно. Даже не было возможности спросить у своего учителя помощи какой-нибудь. Все было там строго и оценивались так же, правильно, строго. Впрочем, в данной компетенции все три места у колледжа бизнеса и сервиса. Второе место – Кристина Гулида. Третье – Аделет Мубарака. И здесь большая заслуга руководителя – Айгуль Атмухамбетовна. Уметь шить, определяя лекало кроя, чувствовать нерв моды. Это Кмадине Аделекан. Выбор профессии, считает она, сделан верно. И сейчас новая задача. У меня планы в двух направлениях. Это первое, как я закончила как специалист. Мне нужно работать по своей специальности. Я собираюсь, мне уже поступили заявки от отеля города семей, что для работы я, а также вторые планы, у меня я буду готовиться к региональному чемпионату, который пройдет в городе Нур-Султан. На пути к действиям важен эмоциональный интеллект, настрой, определение задач. В основе победы – это, конечно же, уверенность в себе. Нас готовили, то, что будьте уверены в себе, не смотрите ни на кого, делайте то, что вы умеете, делайте то, как вы хотите. Я делала все, как я хочу, как я умею, и делать все это, конечно же, в лучшей степени. Время определяет новые квалификации, движение к цели с нулевых позиций. Диас Арина скурпулезно-трудолюбиво достиг результата в номинации «Визуальный мейчендайзинг» и «Витринистика». В парикмахерском деле первое место у Акерке Кабделба. Прикладная эстетика вывела Арушан Адамбаеву в лидеры. За победу боролись 270 молодых специалистов Востока. И далее лучшим предстоит подтвердить свои знания на республиканском чемпионате WorldSkills. Это движение молодых, оно поддержано в 70 странах. И каждый полон стремлений занять достойное место. Пожелаем совершенства и успехов участникам новых состязаний. КОНЕЦ 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 Кому осваивать новые цифровые технологии, продвигать цифровое пространство, принимать вызов времени. Предприятие «Семей Инжиниринг» трансформируется в современную производственную площадку точки роста модернизации. Для этого необходимы специалисты с новым мышлением, креативные, продвинутые, имеющие навыки в 3D-моделировании. В год молодежи в партнерстве с университетом Шакарима города Семея при поддержке ТОО «ОСКОН Казахстан» впервые открывают Олимпиаду по 3D-моделированию. Первое – это привлечь молодых специалистов, чтобы инициативную молодежь, которая умеет работать в 3D-принтере, 3D-моделировании, в аддитивных технологиях, технологии 4.0, чтобы они могли прийти на предприятие в будущем, как наши специалисты. То есть, если они поучаствуют на этой Олимпиаде, в дальнейшем мы планируем привлечь их уже к себе на работу. Выбор есть у каждого. Он и определит путь к получению востребованной современной компетенции на площадке предприятия машиностроительной отрасли Семей Инжиниринг. Однозначно, это очень актуально. Во-первых, форма проведения Олимпиады. Олимпиада, она оббирает лучших. Мы бы хотели, чтобы талантливые наши ребята, талантливые наши студенты, молодые люди оставались здесь в регионе, работали здесь. Это тоже очень важно. Второе, это тема, то есть 3D-моделирование. Здесь очень мало специалистов этого профиля. То есть, это будущее по-хорошему. На сегодняшний день, если есть вот такая востребованность, эта востребованность будет в дальнейшем расти в геометрической прогрессии. То есть, в будущем такие специалисты будут супервостребованы. Первый тур Олимпиады – тестирование в открытом доступе. На сайте Оргкомитета пройти регистрацию и выполнить тестовое задание. Второй, финальный тур – 5 июня на площадке Университета Шикаримы. Первая Олимпиада объединит всех имеющих навыки по 3D-моделированию. Большой интерес у студентов высшей школы и колледжей. Такое сотрудничество системы образования реального сектора экономики направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи. Понимание физических основ функционирования проектированных изделий посредством 3D-моделирования, 3D-сканирования и объемного рисования. Сегодня мы работаем с компанией «Шваба Российской Федерации». Они находятся сегодня у нас на предприятии. Это вопросы по модернизации авионики. Мы также работаем с белорусскими предприятиями, с многими российскими компаниями, с израильскими компаниями. То есть нам нужны специалисты, которые высокого уровня, которые могут на том же уровне работать со специалистами разных стран. Выбор получить хорошую работу есть у каждого. Время молодых. Стремитесь к цели. Дерзайте. Жизнь достойная уважения. Этому и была посвящена встреча поколений, чествование ветеранов войны и тружеников тыла, тех, кто шел по пути добра и милосердия вместе в территориальном центре обслуживания пенсионеров. Встреча поколений. События большой значимости. Сохранить яркие страницы в летописи городской истории, послушать воспоминания и окунуться в атмосферу добрых отношений. В зале – руководство и военнослужащие регионального командования «Восток». Юное поколение – воспитанники лицея Жасулан. Патриотизм, осознанное чувство, долг каждого перед его прошлым и будущим. И великое дело – почитать и передавать память. И не дошло надеется она, Много лет, как кончилась война, Много лет, как все пришли назад, Крови мертвых, что в земле лежат, Сколько их в то дарее село, Мальчика без музык не пришло. Так его присылали по весне, Видни документальны о войне, Все пришли в кино и сад и мау. Кто вознал в бою, никто не знал. Перед горькой по вечеринку пулю свой Расслевался ненавидящий бой, Ведь круто была эта вспоминка. Вдруг вся кровь остынка на вас, Плачутся на нас, и на тот же лиц, И пронесся материнский крыль. Олексей, Орешенька, слог, Олексей, Орешенька, слог, Олексей, Орешенька, слог, Словно сын ее слышать мог. Примечательно, что в канун Дня Защитника Отечества И 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Весьма трогательно отметили знаковое событие 30-летие городского территориального центра обслуживания Одиноких пенсионеров. История которого создана трудом Внимательных и чутких милосердию людей. А у истоков стояла Галина Калеевна Дуксумбаева. Ей в этот день и почет, и уважение. Возьмите государство. Велосердие, человечность, сострадание к ближнему. Поэтому весь ваш огромный труд, который проделан в течение 30 лет, Именно связан с этими понятиями. Поэтому низкий вам поглон, большое вам спасибо. Дом Милосердия многие годы в тесном партнерстве с региональным командованием «Восток». Цель одна – воспитывать патриотов на примере жизни и действий ветеранов. В этот памятный день от имени главнокомандующего Галины Калеевны Вручена почетная грамота. В Доме Милосердия кропотливым трудом создавали музей боевой славы. И сейчас он перенесен в Дом офицеров. В просторном зале – реликвии тех, кто прошел дорогами боевых сражений, Письма с фронта, воспоминания. Все, что создавали, сохранено в лучших традициях. Первый директор территориального центра искренне благодарит тех, С кем прошло непростое время, сохраняя добро и неся помощь нуждающимся. Связь поколений – это фундамент общества. Она и будет продолжаться испокон веку, потому что действительно востребованы наши исторические ценности в музее. И мы, уважаемые ветераны, со своей активной жизненной позиции. 30 лет – три десятка достойно прошагали. Спасибо всем, кто поддерживался. Подрастающее поколение должно брать с вас яркий пример, который действительно очень необходим для молодежи. А созданный в свое время известный хор «Иртышаночка» и сейчас несет силу песенного творчества, но уже на другой сцене. Песня «Иртышаночка» Песня «Иртышаночка» А целый государство, его долговечность, его популярность, прежде всего создают его отношение к детям и к ветеранам. Вот предыдущие выступающие сказали, как создавался непростые условия при всеобщем развале, разрухе, создавался дом милосердия. И благодаря выдающимся личностям, которые стояли у этих истоков, я наша уважаемая Галина Камильковна. Галина Камильковна, прошу вас, вы знаете, у него много наград, в том числе редкая награда, орден дам, много медалей, в том числе и медаль с 20-летия создания вооруженных сил. И тем не менее, она сейчас скромно присутствует, не показывает медаль, но мы, Галина Камильковна, и в том числе и ваши питомцы, рады вас, это ваше прежде всего праздник, ваше приветствовать вас к такому гающемуся событию. Для ветеранов история – славные страницы, что позволяли в стенах территориального центра не упасть духом в непростое для страны время. С особым трепетом, заботой и уважением к памятным дням проходили под руководством Галины Калеевны чествование ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. И сегодня, в этот праздничный день, для них духовой оркестр, от звуков которого трудно не пуститься в пляс. Любая дорога трудна в начале пути. В 89-м году городская исполнительная власть приняла программу «Забота», направленную на поддержку одиноких пенсионеров. Это были трудные 90-е годы прошлого столетия. Для преодоления этих трудностей в нашем городе была принята программа «Забота по оказанию адресной помощи и поддержки малоимущих одиноких пенсионеров». С этой целью в 1989 году и был открыт Территориальный Центр социального обслуживания одиноких пенсионеров в городе Симпалатинске. О руководстве ветеранского учреждения власти города и области приняли правильное решение, назначив директором грамотного, принципиального, порядочного и честного Дуксумбаеву Галину Калиевну. И сегодня их чествуют, дарят цветы, с ними рядом те, кто стоит на страже Отечества. На сцене с поздравлением этно-ансамбле и, конечно, шашу, благословение, нести великое чувство патриотизма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Встреча друзей. Так точнее именовать торжество. Красивое, нужное, идущее из глубины души каждого. Милосердие. Великое чувство. Пронизывая ноты души, выплескивается в дела. Благодарили и те, кто все эти годы помогал Дому Милосердия. Ведь изначально он держался на помощи спонсоров. Их имена вписаны в историю территориального центра. Каска Мерцбанк. Компания Ромат. Крестьянское хозяйство и куб. Кофеман. Студия Парфенон. Региональное командование Востока. От имени участника Великой Отечественной войны и тружеников тыла военных лет выражает вам и вашим лицем всем военнослужащим регионального командования Восток глубочайшую благодарность за многолетнее сотрудничество, проявляя безграничную заботу о старшем поколении. Тридцатилетие. История. Время помощи и милосердия. Обслуживание на дому и организация досуга в центре, где внимание и забота. А что еще требуется людям почтенного возраста? С каждым годом увеличивалось число подопечных. С работы центра приезжали знакомиться из других городов. посещали министры, депутаты парламента Республики Казахстан. Неоднократно деятельность признавалась лучшей в Казахстане. А радость дарили духовные спонсоры. Все, кто понимает, какой ценой завоевана мирная жизнь. Живешь порою, забывай. Войною продолженные дни. Земляну помнишь в три нога. И в окружении они Стояк пришлось и изражаться И бить за роти врагов. Немногим удалось остаться А ты на это ли готов? А мы живем в другое время Разрывом пол не слышим мышь Давайте скажем им спасибо За эти солнечные дни За то, что мы сегодня с вами За то, что мы еще в строю В регионе сегодня 39 ветеранов Великой Отечественной войны И более 3000 тружеников тыла Для них каждый день кусочек счастья Они вспоминают время Скорбят о тех, кого нет рядом И несут гордость за Родину В тот день, когда кончилась война И все стволы полили счет салюта В тот час на торжестве была одна Особая для наших душ минута В конце пути в далекой стороне Под гром пальбы Прощались мы впервые Со всеми, что погибли на войне Как с мертвыми прощаются живые Не рвнулась и ствол своей От войны продлевет при ночами И слезное затумается взгляд До сих пор внует сердце ночами И старые раны молят До сих пор внует сердце ночами И старые раны Май, весна и счастливые лица День победы и нет ей цены Низко-низко хочу поклониться Ветеранам минувшей войны Юбилей не остался без внимания Привлек интерес поколения, которому доверено Сохранять наследие, истории И в этом великая заслуга Уважаемых ветеранов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова